Телекомпания АТН, ТВ «Город», множество мелких и крупных проектов в других местах. Сергей – человек известный, весьма импульсивный и активный. В общем, все время ищет себя и пути собственной реализации. А теперь нашел возможность помогать людям. О чайних и проблемах народа знает. Это цитата. Все-таки в журналистике работал. И еще одна почти цитата хочет помочь простым людям жить достойно. Поэтому и пошел в политику. Ни с кем бороться мы не будем. Не будем кричать на «оби себя в грудь». Но есть проблемы, мы их решаем. Я возьму лопату и буду чистить снег бабушке. Не знаю, пойду в детский сад, помогу им тоже. Но мои проблемы – проблема народа. Я тоже народ. Отсюда и вывод. Делаем, не говорим. Задача руководителя рекотделения будущей партии – попасть в Госдуму, чтобы там решать проблемы. Кстати, такие лидеры, как Сергей, по мнению политологов, далеко не худший вариант. Поскольку человек привык к публичной сфере, после 2014 года мы сталкивались даже с тем, что в Алтайском крае на бирже труда. Была должность руководителя регионального отделения политической партии. Что касается появления новых партий. По мнению Асеева, накануне очередных выборов в Госдуму, а они могут стать и досрочными, в России идет переформатирование партийной системы. Сейчас в стране числится порядка 50 зарегистрированных партий. В стадии организации еще 38 проектов. И все это игра разных политических сил. С этим согласны и другие политологи. Само появление или активизация разных политических структур меня, как в общем специалистов в этих делах, не удивляет. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что вот наступает весна, прошли первые дождички, солнышко выглянуло пригрыло, нормальных грибов еще не будет. Ганки могут вылезти. Но, как известно, они съедобны только один раз. Кстати, новый проект «Достойная жизнь» создал бывший депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков. Учредительный съезд партии прошел 25 января. В Высшем Совете 18 человек. Сколько партия просуществует, руководитель регионального отделения Сергей Харин сказать затрудняется. Главное сейчас, чтобы люди начали доверять. После информации о том, что я возглавил партию, у нас 100 обращений вступить в партию бесплатно. Мы денег не даем и мы денег не берем. Элементарно, работаем и все. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.